Мне приснилось, что медиа-академия говорит, там война войной, радиоэфир должен быть идти по расписанию. Ночью просыпаюсь от того, что слышу реально выстрелы. Вот у меня диван, вот это окно на площадь, и там за окном вот это идет война. Что телеканал обязан вещать, несмотря ни на что. Вода тебя не погубит, а паника может. Что бы ни случилось, дыши. Тут просто все в пепел. Я так сильно радуюсь тому, что я жива. Я считаю, что факт государственной измены был. Мне ужасно больно за невинно погибших людей. Добрый день. С вами Дергачев Инсайт. Сегодня мы разговариваем с Гульбахор Хасановой. Гульбахор, здравствуйте. Здравствуйте, коллега. Очень приятно, что вы пригласили на интервью. Спасибо. Вы человек из медиа, и человек из медиа давно. Вы работали на радио. И работаю, продолжаю работать. И работаете на русском радио, да, тоже. Потом ваше главное детище – это медиа-академия. Медиа-академия, причем я вот когда смотрю ваш инстаграм, да, то есть я вижу, что у вас детки, совершенно потрясающие детки, с горящими глазами – это, мне кажется, вот ваша прям самая главная любовь. Дети, с которыми вы работаете, и учите их быть кем. Я помогаю и взрослым, и детям раскрыть свой потенциал, потенциал своей личности, идти за своими мечтами. Ведь в первую очередь каждый из нас – человек, внутри которого есть наш внутренний играющий ребенок. Читали Эрика Берна? Знаете, что такое трансактный анализ? У нас есть внутренний взрослый, внутренний родитель и внутренний ребенок. И вот в Казахстанской медиа-академии есть слоган «Стань медийной личностью». На самом деле, когда все только создавалось и придумывалось мной, как слоган и вообще понятие «медийная личность» еще не было таким популярным. Но я шла от слова «Личность», потому что, кроме того, что у меня, допустим, есть огромный опыт работы в медиа по созданию телевизионных проектов, проектов шоу-бизнесе, на радио, у меня есть еще и второе образование. Я ученица Берта Хеллингера. Я являюсь системным расстановщиком и такой проводник между миром живых и миром мертвых. Я медиа. И когда я стала соединять понятие «медиа» и «личностный рост», то очень многое стало на свои места, и это стало одним из рецептов успеха, секретов успеха Казахстанской медиа-академии. Вот, грубо говоря, для большинства это как «мама, вот тебе диплом экономиста, а сейчас я буду заниматься тем, о чем я мечтал или мечтал всю жизнь». А ваша медиа-академия, адрес это проспект Республики 13, и 5 или 6 числа она сгорела дотла. Смотрите, еще о мечтах. Кроме взрослых, у нас даже есть две дамы, которые в очень солидном возрасте 60 и 70+, которые закончили медиа-академию, и они сыграли в телесериале. Представляете? К сожалению, эти сериалы сгорели, но эти дамы живы. У них дети выросли, дети выросли, внуки выросли, и они говорят, ну что же нам теперь умирать? Нет. Они пришли, обучились и очень хорошо сыграли, потому что у них есть жизненный опыт, у них уже есть вот это, в аффективной памяти прописано много чувств и переживаний, которые они легко могут через себя еще раз пропустить и гениально сыграть. А маленьким детям, когда я говорю, сыграет злость, а он никогда в жизни не злился, у него этого не получается. И это мы говорим об актерской профессии. Теперь возвращаясь к вашему вопросу. Дело в том, что медиа-академия, как у нее детище, она меня стала все больше и больше увлекать. Дети уже более-менее взрослые, внуки, там есть кому о них позаботиться, меня даже к ним особо-то и не подпускала вторая бабушка. И я решила, что большую часть времени буду посвящать именно творчеству. И когда Казахстанская медиа-академия стала получаться, расти, мы даже открыли свой телеканал, я стала там буквально жить. То есть 24 на 7 я была в медиа-академии. И в ночь с 4 на 5 января я осталась ночевать, потому что были зимние каникулы. Я обещала детской актерской группе, что на зимних каникулах мы обязательно сделаем досъемки сериала. Потому что во время школьных каникул, 55-я школа, на чьей территории мы снимаем сериал «Жилдар», в переводе с казахского «Годы», и там с первого сезона по пятый сезон участники росли. Вы трудоголик? Я трудоголик, и я там осталась писать сценарий, и там есть диван, на котором я спала. Понял. И ночью просыпаюсь, ночью просыпаюсь, знаете, отчего? 4 числа ведь уже были события на площади. То есть вас это не напугало? Смотрите. Почему вы остались? В этом здании находится и русское радио, где я работаю больше 20 лет. И когда на площади происходят какие-либо события, и глушат нам интернет, я понимаю, и все, кто в этом здании работает, понимают, что это вопрос безопасности, что мы стратегический объект. Аренда очень дорогая в этом здании. Но я оплачивала эту дорогую аренду, потому что я была уверена, что здание всегда будет под защитой. Более того, моя сноха приходила перед Новым годом с внуками ко мне в гости, в КМА. И она говорит, мне приснилось, что медиакадемия горит. Я так устала от негатива. Там столько, знаете, пашешь, а показываешь, знаете, вот эта вот цирковая лошадь. Вся-то там в поту, а голова в цветах. И вот кто видит голову в цветах, думает, что это вот такой кайф. Начинает там зависть, всякие интриги. Я уже устала. И когда мне моя собственная родная, там, доченька-сноха говорит, мне приснилось, что медиакадемия горит, я ее тут же заткнула. Говорю, прекрати говорить плохое. Я устала от этого. Вы разве не видите, сколько труда? Потому что пандемия, после пандемийный период, отсутствие инвесторов, маленькое количество людей, которые могут себе позволить приводить ребенка в платный кружок. То есть это вот все сгущалось. Кредитные обязательства, желания. А мы запустили в свое время целое производство три телесериала. Все это на меня давит. Еще она говорит, мне приснился пожар. Я ее заткнула, и мы стали играть детьми. А потом я вспомнила, я говорю, как вообще, ты что мне ерунду какую-то говоришь? Это здание, оно просто нерушимо. С ним ничего не произойдет. Нас так охраняют. Прекрати думать глупости. А почему вы так думали, что вас так охраняют, и что, в принципе, ничего произойти с этим зданием не может? Потому что, я вам говорю, в этом здании я уже около 20 лет работаю. В этом здании находится русское радио. И всякий раз, когда что-то происходило на площади, мы продолжали работать. Потому что там война войной, а радиоэфир должен быть идти по расписанию. Что-то происходило, вы имеете ввиду митинги, выступления. Любые другие митинги, выступления. Мы что, видим, что там что-то происходит, но у меня... Что такое продакшн? Что такое телеканал? Это у тебя днем съемки, или в день 4-5 съемок, с утра макияж. Потом у тебя тут шифонер. Ты быстро переодеваешь платье, записываешь интервью одно за другим. Утром у тебя урок, вечером урок, днем съемки, ночью монтаж, по вечерам там какие-то планерки. И вот так каждый день, ну, стоп, ты работаешь. Да хоть кто к тебе приди, да, и там начни тебя провоцировать, что-нибудь тебя отвлекать из этого процесса. Я говорю, не отвлекайте. У меня вот есть расписание. У меня вот в такого-то числа должна быть вот такая передача. Такого-то числа должна состояться такая съемка и так далее. Поэтому я обещала детям, что у нас будут съемки сериала. Мне надо посмотреть, что у меня со сценарием. Эти сценарии отправить. Проверить, насколько дети будут готовы сыграть тот или иной образ. Посмотреть, чтобы на съемочной площадке был нужный свет. Вся необходимая аппаратура. Чтобы оператор был в хорошем настроении. Чтобы родители, у которых тут тоже иногда случаются какие-то глюки, чтобы они получили ответы на свои вопросы. То есть, ну, митинг к митингам, у меня свои процессы. И это огромная машина, медиа-академия, она держалась на том, чтобы все хорошо работало. И на моем умственном потенциале тоже. И поэтому, если кто-то меня что-то энергетически пытается даже как-то спровоцировать, вывести, говорю, идите в баню, мне сейчас некогда. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте обсудим, решим. Четвертого числа вы снимали через окна то, что происходит на площади? Четвертого я не снимала, потому что я видела, короче, что было четвертого днем. Вышла кучка людей на площадь республики под стелу. Мои окна прямо на стелу выходят. И они временами пили гимн республики. Мы таких видели митингов. Это был мирный митинг четвертого. Очень много. Потому что напротив, вы знаете, территория Алмалы, как бы через дорогу стояли зеваки, обычные граждане, которые любят гулять там с детьми. И они смотрели на этих митингующих. Кучка была больше, чем в предыдущие, скажем, митинги, которые бывали летом или в прошлом году. Но они пели гимн республики Казахстан. И вот зеваки напротив смотрели с детьми. Я также посмотрела на них и отошла от окна, потому что мне нужно как бы работать. Осталось ночевать. Ночью просыпаюсь от того, что слышу реально выстрелы. Ну как бы выстрелы. Подхожу к окну. За окном вспышки. Я понимаю, что это безопасно. Там нету крови, нету каких-то ужасных вещей. Есть вспышки, есть выстрелы. Видно полицейских с щитами и видно толпу. Но, честно говоря, я до Нового года очень сильно интенсивно работала, спала по 4-5 часов. Потом нужно было вот этот вся новогодний стол. Там сын приводил друга домой. Там это все надо было цивильно сделать. Ну вот эти все хлопоты новогодние. Потом ко мне приехала ученица на ораторское мастерство из Атырау. И получается, что у меня вот таких новогодних каникул не было. И я продолжала спать по 4-5 часов в сутки. То есть вот этого вот новогоднего релакса, даже вот как люди первого числа отсыпаются, у меня не было. Потому что приехала ученица. И вот у меня вот в ту ночь реально просто я физически не могла никуда пойти. Эти выстрелы не выстрелы. Просто отрубилась спать. Вот у меня диван, вот это окно на площадь, и там за окном вот это идет война. Но периодически ко мне звонила моя подруга Гульмира. И у нее там недалеко, она бизнес-леди, на Фурманово-Сатпаево находится объект, ну частная собственность. И она говорит, мне звонит, что там на площади? Что там на площади? И она меня будит. Я подхожу, такая сонная. Толпа около Кемата. С площади ушли. Тут туман, дым и неплохой запах идет. Короче, с площади ко мне. И продолжаю спать. Извините, я не понимала, что это война. Я еще находилась внутри своих процессов. Я не понимала, что это может быть опасно. Я поняла, что это опасно, только когда увидела, что у меня сгорела медиа-академия 10-го числа. И я вам скажу, что... Потом где-то часа в 3 или в 4 был звонок еще раз Гульмиры. И я говорю, толпы уже нет, но около Кемата слева какой-то костер. У меня еще и зрение не очень. Потом уже через какое-то время, мне сказали, это горели машины. 5-го числа первый официальный рабочий день. Официальный рабочий день. Мне надо записаться на радио, побежать. Да. И вы еще разговаривали с коллегами. Кто-то пришел утром. И вы еще пригласили к себе ученицу, которая приехала к вам. Да, потому что я просыпаюсь, смотрю, на улице ходят уборщики. У меня есть видео-сторис. По улице ходят уборщики и спокойно что-то подметают, убирают. Я думаю, ну нормально. Все закончилось. Потому что мы смотрим новости. Тукаев снизил цены на газ. Потом идут сообщения, что пошли перестановки в правительстве. Мы слышащие государства. Говорю, ну молодец президент, навел порядок. Потом приходит моя ученица, которая из Атерао пришла на индивидуальный урок. Но она по пути говорит, я хотела что-нибудь вкусненькое нам чаю купить. Почему-то интернет не работает. Карточки не принимает. Говорю, не переживай. Проведем урок, потом сходим куда-нибудь поблизости покушаем. Она взрослая. Потом уборщица пришла. Пришла моя соседка. Пришел Дима на радио. Ему прежде чем позвать ученицу. Я говорю, Дима, как вы пришли? Спокойно, как обычно. Все нормально. Я говорю, ну я к тебе на запись приду попозже. Пришла еще, записалась на радио. То есть народу было мало, но все равно, ну я, это было ощущение, что вот после Нового года, в первый рабочий день, город только-только просыпается после новогодних вот этих всех гуляний. Вот. И что потом было? Что потом было? Потом был очень длинный день. И потом были съемки у вас в сторис о том, что происходит на площади. Это вы снимали? Это снимала не я. Это снимала вот моя ученица. Я еще думаю, вот, ну приезжая, что ей там? Для нее все. Она и меня снимает, и на радио пришла снимает, и для нее микрофон. О, это событие. Но она все подряд снимает. Я там один-два раза сняла. Ну там попал... Это может быть моя ошибка, что... На видео попал штурм Акимата, и даже вот то, как приезжала вот эта машина тентованная, да, которую захватили военные. А вот этот грузовик я снимала. Это я снимала. Вот. То есть вот это все вас еще никак не подвигло подумать о безопасности? Я не думала. Я, во-первых, думала, что реально наше здание не тронут, потому что там все радиостанции, все телеканалы. Если преступники дорвутся до нас, то это вообще чревато. И поэтому я была уверена, что мы в безопасности. Потом у нас же вещал телеканал на Казахстанской медиа-академии. Музыкально-развлекательный, без возможности выхода в прямой эфир. Но мы вещали. И мой долг, как руководитель и хозяйки телеканала, был такой... Ну я, по крайней мере, считаю, что да, у нас здесь что-то не то, но весь Казахстан нас смотрит, все регионы нас видят. Обеспечить вещание. И мы обеспечить вещание, чтобы люди продолжали чувствовать спокойствие. Потому что те люди, которые работают на радио, они знают, что если ты в эфире, и если человек привык слушать тебя в эфире и слышать этот слоган «Русское радио, все будет хорошо», то действительно все будет хорошо. И если существуют какие-то попытки подорвать общественное спокойствие, то мы не должны давать возможности этим людям воздействовать на массы. То есть мы должны продолжать показывать, что все хорошо. Не врать, но сохранять стабильность. При этом все-таки сказали им не приходить, да? Да, да. Я сказала им не выходить, потому что там, куда ходили толпы. Более того, соседка, моя золотая куралаечка, она уходила и помогла выйти из здания ученицы. Я осталась в медиа-академии, уже пошла, отошла из того кабинета, где у нас обычно проходят уроки, пошла туда, где эфирка-монтажка. Выключили свет в коридоре, я закрылась изнутри и подумала, даже если будет какое-то волнение, либо еще что-то, пусть думают, что тут никого нету. Я же не знала, что будут взрываться. И сижу потихонечку монтирую, потому что знаю, что вот началась новая рабочая неделя, что продакшн должен быть в потоке, что телеканал должен вещать, мы должны дарить какой-то новый контент нашим телезрителям. Сижу потихонечку монтирую. Кстати, еще утром я обзванивала гримеров, оператора. Я говорила, завтра у нас съемки интервью, потому что вот моя ученица Лаура, которая приехала из Атарау ко мне, она еще хотела сделать рекламное интервью свое. Она нутрициолог очень хороший. И у нее там скоро билеты на самолет, через пару дней. Я говорю, давайте отснимем 6-го числа ее. И мне говорят, да, кажется, не получится. Я говорю, да все получится. Что, первый митинг, что ли, у нас на площади? Как-то вот я очень оптимистично смотрела на все. Но вот спустя какое-то время я сижу, монтирую. А уже ушли ваши соседи? Все уже. Уже ушла Лаура? Да, они ушли. Я осталась одна. Сижу потихонечку монтирую. Вы закрылись изнутри? Я закрылась изнутри. И монтируете? Я эфирную машину выключила в монитор, чтобы люди не поняли, что это эфирка. То есть все-таки какое-то соображение, что могут к вам зайти, у вас было, если вы выключили эфир, да? Да, да, да. Ну, понятно, да. И сижу внутри, монтирую, и в какой-то момент... Я слышала глухие какие-то стуки, я не могла понять, где они сверху или снизу. Ну, я подумала, что это на площади. Еще раз тогда, почему вы не ушли, когда уходили все остальные? То есть у вас не было чувства безопасности? Да, когда уходила Куралай, она мне говорит, Гульбахор, мы уходим. Мы уходим через какие-то там... Куралай – это соседка ваша. Соседка моя. Она говорит, мы будем уходить через подвал, потому что, да, мы днем еще хотели пойти к банкомату, поскольку нам не продавали еду с карточек, а банкомат, он в следующем подъезде площади республики, там буквально 10 шагов пройти, но мы не смогли... Надо выйти через улицу? Да, выйти через улицу. Мы не могли сделать эти 10 шагов, мы вернулись на... А почему вы не смогли сделать? Потому что там побежала толпа куда-то в ту сторону, и мы решили с толпой не смешиваться, вернулись назад. И охранники на улице стояли, кто-то там с телефона снимал все это еще. Из тех людей, которые в здании работают, выходили, еще снимали, и тут было вот так, как в зоопарке. Вы вернулись, они ушли, и вы оставались уже у себя. Да, они уходили. Когда уходили, Куралай говорит, Гульбахор, ты хочешь с нами уйти? Мы потому что уходим сейчас через другой вход. Она нашла какой-то универсальный ключ, потому что все здание, оно построено на принципах безопасности. Не в каждую дверь ты войдешь, даже имея электронный ключ, но она нашла какой-то универсальный. Я говорю, мы сейчас будем уходить через двор, и пойдемте с нами. Вы уйдете? Я говорю, нет, я останусь здесь. Во-первых, это мое детище. Каждый шпунтик, каждый винтик, он куплен на мои, честно, заработанные. Но я об этом тогда не думала. Я просто не хотела оставлять. Там у меня, если вот что-то спасать, то нужно было спасать все. Потому что тут и жесткие диски, на которых сохранится сериал. Тут и монтажные машины, тут и эфирка, тут и видеокамеры. То есть это было мое тело, продолжение меня. То есть это продакшн, это камеры, это компьютеры монтажа, это... Эфирная станция. Эфирная станция. Это башни компьютерные. Конечно, да. Понятно. То есть вообще какой объем аппаратуры, который и в целом, какой объем аппаратуры был? То есть насколько много это занимало? Помещение одно, два? Это была одна... Ну, смотрите, в одном помещении мы занимались съемками. И там же проходили уроки. До пандемии у нас было три кабинета, потом мы очень многое соединили. Сжали до двух. И вот в большом кабинете в 413-м стояло где-то семь компьютеров, считая эфирку. Плюс еще арсенал видеокамер, съемочного оборудования. Плюс еще там хранились разные стулья, которые там в предыдущих кабинетах стояли. То есть он был битком нашпигован аппаратурой, мебелью, техникой и так далее. Хорошо. Вот вы остались, потому что вы не могли оттуда уйти. Потому что вы что понимали или что не понимали? Смотрите, я осталась, потому что я считала, что нужно смотреть за вещанием телеканала. Что нельзя оставлять эфирку. Что ее нельзя выключать. Поскольку это и мои юридические обязательства, по лицензии даже, по государственной. Потом это, ну, это таки мое решение, что телеканал, он обязан, мое видение, и это общее видение многих медийщиков, что телеканал обязан вещать, несмотря ни на что. Ну и третье, наверное, вот все-таки то, что это мое детище, которое я не брошу. Вот. И когда вдруг дверь начали ломать... Это во сколько было, когда дверь начали ломать? Около пяти часов. А вы вот внутри, когда находились, вы какой-то уже дым чувствовали? Нет. Ничего не было? Дыма не было. То есть был беспорядок на площади. Потом я ушла, тут кабинет закрылась, сидела, занималась монтажом. А у вас четвертый этаж, да? У нас четвертый этаж. Четвертый этаж. Не было там видно, слышно ничего, я сидела спокойно монтировала. Я слышала какие-то глухие удары, но я не могла понять, откуда. И потом раз, два, три, и я уже поняла, что стучат в мою дверь. Дверь у вас деревянная? Обычная деревянная дверь, стандартная, как во всех офисах. Вы ее закрыли ключом изнутри и ее выломали? Выломали так, что вот эта коробка, не она не с петель, а прямо коробка разломалась. Там она в щепке. Вы где находились в моменте? Смотрите, вот там дверь, вот здесь, например, сижу я. И я встаю, когда начинаю первый удар, я встаю и думаю, что спрятаться, вот там такой угол. Думала, за этот уступ, ну какой-то вот инстинкцию спрятаться. И понимаю, что инстинкт, он мне глупость говорит, потому что они сделают шаг, и я тут встаю. И я тогда, понимая, единственное, что можно сделать, это продолжая сохранять самообладание, с ними разговаривать. И я такая, они ломают, а я уже подошла к двери, получается. Но я хотела же спрятаться, а потом думаю, смысл какой. Я говорю, здравствуйте, что вы хотели, чем могу помочь? А кто зашел туда? Там были четверо ребят, я думаю, по силосложению, что они до 30 лет. В масках, в шапках, ну такие люди в черном. В масках, в смысле, с прорезями для глаз? А в масках медицинских? Такое медицинское, что они медицинские, по-моему. Я вообще, как бы, зрение у меня не очень, но я поняла, что медицинских. И они вот с такими большими железными палками, значит, сломали дверь. И когда я им говорю, они, по-моему, сами меня ждали. Извините, они говорят, тут женщина. Это у них было реальное удивление, что они ее увидели. Я почему-то таким дебильным смехом это вспоминаю. Не знаю, может быть, это у меня инстинкт какой-то там срабатывает. Они заходят, они видят вас, вы видите их. Они говорят, один другому говорят, тут женщина. Да, тут женщина, да. И в этот момент один из тех, кто ломает, побежал ломать дверь рядом. И я смотрю, думаю, почему он ломает не вот эту дверь? Вашу дверь. Не вот эту дверь. У меня вот почему-то какие-то свои дурацкие в голове. А ломает именно мою. У меня какое-то возмущение вскипает. Это все случается буквально в какие-то секунды. Это я рассказываю долго. Он начинает ломать дверь 410-го, где у нас обычно проходят уроки. Я говорю, эй, не ломайте, там нет ничего для вас ценного. Это мой кабинет. И они говорят, женщина, уходите отсюда в здании пожара. И они начинают уходить туда куда-то на пятый этаж. То есть они вас оставляют и уходят? Да. Наши кабинеты находятся в конце коридора, рядом с запасной лестницей. И они по этой лестнице идут на другой этаж. То есть реально я сказала же, что не трогайте. И они, видимо, как-то, не знаю, уважили, не уважили, но они ушли на другой этаж. Они при мне не стали громить этаж четвертый. Я чувствую, что пахнет гарью. Я возвращаюсь в свой кабинет. У меня там была сумка, с которой я хожу на фитнес. Я туда складываю рейт-массив из-под коврика для мышки, карточки, важные визитки. Объясните для наших... Рейт-массив – это большой такой жесткий диск на большое количество терабайт, где хранятся исходники. Это ваш архив? Архив. Ну, вообще, у меня их было очень много, но я положила самый тяжелый и самый большой по объему. Самый актуальный архив вашей работы? Там не было неактуального. Три телесериала. У меня вот этих дисков было просто куча. И они, ну, не миллион, но много. Дисков 20 по 2 терабайта и так далее. Много трансендов терабайтных, трехтерабайтники. Ну, куча их всего. Я даже не вела учет, сколько их там. Их было много. И получается, что вот этот рейт-массив, какие-то там визитки, потом у меня шкатулка с драгоценностями вытряхиваю, печать, документы там какие-то складываю. И начинаю с этой сумкой. Думаю, выйду. Выхожу в этот, по этой служебной лестнице вниз. Открываю дверь, дверь третьего этажа. Там дым. Он еще такого зеленого оттенка. Очень густой. Он обжигает мне нос, обжигает глаза, обжигает, ну, как бы, легкие дыхательные пути. Я понимаю, что я два шага сделаю, упаду, закрываю. Бегу этажом ниже. Там тоже все в дыму. А бежите этажом ниже по какой лестнице? По этаже запасной, который ближе ко мне. Второй этаж дыму. Первый этаж дыму. Более того, со стороны снизу, откуда-то, вот, видимо, с первого этажа, этот дым как-то вот уже идет сюда. Я бегу на пятый этаж, но вижу, что на пятом этаже вот эти ребята, которые ко мне вломились, они уже методично ломают дверь за дверью и заходят в кабинеты. Я решаю туда не ходить. Вспоминая, на шестом этаже же русское радио. У меня такая надежда, господи, там же наши ребята. Думаю, чего же я сразу не догадалась? Сейчас они мне помогут. Я такая радостная, что я сейчас увижу родные лица. Поднимаюсь, а там нету света. И там тоже, как бы, коридор полон дыма. Такая же ситуация, как была вот этажами ниже. Я уже спускаюсь на пятый. Там никого не было? Никого нет. Они обесточили этаж и эвакуировались, видимо. Тоже незадолго до этого. И там полно дыма. Я тогда спускаюсь в шоке от того, что на русском радио никого нет. Иду через пятый. Эти сломали и там лазают где-то в кабинетах. Ну, что-то там ищут свое. Я пробегаю через пятый. Думаю, ладно, спущусь по лестнице. Ну, там где главный вход. Но там тоже полно дыма. И понятно, что пути нету. Я в ловушке. Я спускаюсь тогда на четвертый. Там у меня дыма еще не так много. Начинаю придумывать, что же сделать. Эту сумку кладу в шифонер. Закрываю. Вы в свой кабинет заходите? Захожу в свой кабинет. 410. Ну, у меня женская логика. Сумку прячу в шифонер. Большую вот эту прячу в шифонер. Вспоминаю, что обычно люди делают при пожаре. Вспоминаю, что гибнут не огня, а дыма. Задыхаются. Задыхаются вугарным газом. Нахожу полотенце. Бегу в туалет в мочу. Начинаю дышать через мокрое полотенце. Дыма становится все больше. Я решаю закрыться в туалете и лежать на полу. Там у меня одеяло притаскиваю. Я даже, чтобы помягче было лежать на кафеле. Не так холодно. И начинаю там дышать. Дыма становится все больше. Походит идея открыть окно. Возвращаюсь в кабинет. Беру стул. Не достаю. Возвращаюсь там еще за брикетом воды, чтобы встать повыше. Открываю это окно. Пытаюсь... В туалете? В туалете через него дышать. Смысла не такой уж много. Опять ложусь. Пишу подруге, чтобы за меня молилась. Чтобы вызывала пожарных. Никто трубку не берет. Никто пожарные приезжать не собираются. Но потом выяснилось, что пожарные были избиты. И не дали работать пожарным. Определенные преступные элементы в тот день. И потом в какой-то момент у меня открывается просто рвота. И я вспоминаю фильм «Жизнь Пи», который мы часто разбирали с учениками на наших уроках. И там есть такая фраза. Что бы ни случилось, главное – дыши. Страх тебя не... Там, когда один герой другого учит, он говорит, «Вода тебя не погубит, а паника может». Что бы ни случилось, дыши. Я подумала, ну, наверное, дым меня не погубит, а паника может. Я просто пошла опять в тот кабинет, который выходит на площадь. Широко открыла окно. Села спиной к стене, где зеркало. И просто сижу, дышу. Ну, чтобы не замерзнуть на мне куртка. Я там накрылась еще одним одеялом зачем-то. И душу через полотенце. На всякий случай. Потому что я, видимо, все-таки... Организм получил какой-то шок. И уже вот этот вот мой бравый какой-то задор, он уже стал потихонечку стихать. Через какое-то время в кабинет входит один человек. Посветил на меня фонарик, включил свет. Вышел молча. Заходят двое. Это те же были ребята или другие? Те же ребята. Они просто уже, видимо, прошли по всем этажам. Вернулись на тот, откуда я их попросила. Ну, где на меня увидели первый раз. И получается, что на них уже наши камеры. Вот там напротив у стены стоит стол. Ваши камеры у них висят на плечах? В кофрах, да. В кофрах, да? Кофры висят на плечах. И они начинают ноутбук мы брать, с которого... При вас? Да, при мне. С которого они обычно... Ну, мы обычно вели там занятия. И он его берет и запутывается в проводах. И видно, что руки у него трясутся. Я думаю, а, наверное, мои руахи тебе не дают. И бьют тебе по рукам. Ну, какой-то вот такой внутренний какие-то мысли идут. Мне не жалко было. Это все молча происходит. Я молчу, конечно. И он молчит. И они молчат. Там двое. А, двое. Да. Ну, первый не смог, вышел, который в кофрах наших, в камерах. А другой все-таки выдернул, как с мясом, как вот этот ноутбук. У него еще сумка такая маленькая. Думаю, ну не помещается же тебе. Ну, он взял и вышел. Потом встречается первый, который фонариком светил. И говорит, женщина, надо уходить отсюда. Здесь очень опасно. Я пошла... И они ушли. Я пошла в кабинет. Открываю шваньер. Ну, он же уже открытый. Сумки там нет. Все разбросано. И я так думаю, а что же спасать? Вижу на столе мой паспорт. Беру этот паспорт. А паспорт был в сумке? Я не знаю, откуда он взялся, этот паспорт. Ну, как будто бы они его нашли и положили на стол. Знаете, вот как будто кто-то обо мне позаботился. Держи. И я думаю, из всего этого что главное? Наверное, я сама беру этот паспорт и выхожу. Потом уже я стала думать... А, нет, я еще... Нет, я еще выключила телеканал из розетки. Хард-диски со сходниками сериалов. Я спрятала вниз шифонера, вниз шкафа, который офисный стоял рядом. Они у нас достаточно густо были забиты. Но я что-то там еще попрятала. Рассовала. Я подумала, ну, если они будут что-то воровать, ну, навряд ли им понадобятся наши жесткие диски. Но от греха подальше я их уберу, чтобы какая-то дурная рука их просто не прихватила. И когда уже я выхожу, вбегаю вот опять на служебную лестницу и думаю, куда же мне бежать, прибегает один из этих ребят-мародеров, ну, не знаю, бандитов, как их назвать. Я к ним очень хорошо отношусь, потому что они меня не убили. Они сказали мне, уходите. Понимаете? Я не говорю, что это прям такое... Была какая-то отцовская забота. Ну, они увидели во мне человека. Они увидели во мне женщину, на которую не стали поднимать руку. Я, может быть, и матери гожусь, да? И потом, что же было? А, и я иду, и вот пробегает один вниз куда-то. И я говорю, куда идти? Он говорит, уходите мне, уходите. Я говорю, куда идти? Покажите, куда идти. Он мне показывает, ну, я уже не помню, на каком этаже, показывает, идти по этому коридору. А сам бежит куда-то туда. Я говорю, а вы куда? Вот, может быть, он знает еще лучше выход. А он мне показывает, типа, за мной идти не надо. И потом я пробегаю по этому коридору, пытаюсь, думаю, надо запомнить какой-то этаж. Все-таки медийщик во мне сидит. Думаю, факты надо запоминать. Смотрю, тройка. Боже мой, это все больше третий этаж. И спускаясь по лестнице, на ней уже меньше дыма, и вижу первый этаж в воде. Видимо, сработала система пожаротушения. Вытяжка вытянула именно с третьего этажа большую часть вот этого страшного дыма, либо догорела, не знаю. И я спокойно прошла и вышла. Тут уже во мне было какое-то такое опустошение. Я подумала, ну, будь что будет. То есть для меня оставить, уйти из медиакадемии в тот день, это было самое страшное. Может быть, я бы… Я не так сильно расстраивалась, что камеры забрали. Хотя я была в шоке. Я думала, что я не догадалась, а вообще унести и спрятать раньше. Ну, вот знаете, вот когда ты… Оказывается, вот так. Ну, вот был момент. Но вот это вот опустошение… Я даже уходила, когда записала небольшой сторис, и говорю, может быть, они уже останутся довольными, имея в виду, что, может быть, они больше ничего не заберут. Ну, у меня вот такая была надежда. Потом я уже… А вы стояли прямо перед вашим зданием, там бежали люди, там что-то несли, и вы записывали сторис вот этот. А вы там остановились? Вы не боялись, что с вами может что-то вот сейчас случиться? Нет. Когда вы этот сторис записываете? В тот день мне не было страшно. Ребята, я держалась сколько могла. Было вынуждено уйти из медиа-академии, потому что там уже невозможно. Они все разгромили, тащили аппаратуру. Остается молиться, что они уйдут, и будут довольны тем, что сделали мир в мир, чтобы без жертв. Акимал приориттам. Пятый января, да. Вон они, видите, с пакетами ходят. Вот это была война. Но то, что это война, до меня дошло, только когда я где-то числа 12-13 записывала интервью у детей, чьи родители, папа и мама, были расстреляны и сожжены прямо в машине на площади. И когда они уже рассказывали, как ходили в морги, и как они собирали кости своих сгоревших родителей в машине, только до меня дошел, тогда дошел весь ужас того, что происходило. А все это время было не то, чтобы как во сне, но это была жизнь, это была реальность. То есть жизнь перед тобой ставит задачу. Я говорю, мы медийщики, мы телевизионщики. Вот мы видим, например, стоит свет, но там лицо некрасивое. Надо решить задачу, как-то сделать этот свет мягче. Звук записывался плохо, надо переписать дубль. Знаете, и вот то же самое. Происходит пожар. Нужно не задохнуться, надо намочить полотенце. Меня вырвало, надо дышать, понимаете? Сказали уходить. Понятно, опасно оставаться. Сказали таким тоном, что реально приходится с этим согласиться. То есть в тот момент не было ощущения паники, опасности, визжать, падать в обморок, еще кого-то ненавидеть, находить кто-то плохой, кто-то хороший. Ты просто видишь задачу, и ты здесь и сейчас ее решаешь. И я остановилась, и думаю, наверное, мои ученики должны понять, что произошло, почему я оставила. Мне было дико стыдно перед самой Медиа Академией, перед теми людьми, которые у меня учатся, и которые когда-либо у меня учились. Я думаю, что я должна им объяснить. Поэтому я остановилась и засняла эту историю. Я здесь была столько, оставала столько, сколько это было можно. Там мой текст такой. Надеюсь, они будут довольны, имея в виду, что бандиты, может быть, больше ничего не украдут, и когда-нибудь мы сюда вернемся. Я спустилась вниз по Басиитово. На площади люди бегали, кто-то чем-то был занят. Там уже был хаос. Если до того, как я пережила пожар, на площади были какие-то организованные действия толпы, то когда я уходила в 8-м часу, там уже был хаос. Я уже видела кто-то там, какие-то сумки, там даже на видео в этом сторис видно. На горизонте какой-то парень с пакетами идет. Тут я спускаюсь, стоит женщина, у нее в пакете стоит компьютерная башня, рядом стоит ребенок. Видно, что она ждет кого-то, кто и принесет там очередную какую-то добычу. И я пошла просто спокойно, как бы спокойно, быстрым шагом пошла в сторону дома. Прошла Басиитово, перешла Абая. Там уже был хаос машины, многие ехали по встречке. Хотя на святохоре какие-то машины еще продолжали соблюдать правила дорожного движения. Стояли. Ниже по Аблайхана какой-то сумасшедший на какой-то машине делал непонятные дикие вращения, как в каком-то фильме и что-то дикое орал. Ну и продолжала идти. Потом видела там какая-то стройка справа, не помню, какой перекресток, но по Аблайхана вниз стоит толпа очень взрослых мужчин, которые о чем-то говорят. А впереди меня, вот когда ты идешь куда-то, все равно кто-то с тобой параллельно идет, как бы твой невольный спутник где-то там. И вот впереди меня шли вот такие два молодых парня. И вот когда вот эту вот кучку пожилых людей они увидели, они сначала прошли мимо, а потом вернулись к ним. И такое ощущение, что они участвовали в этих беспорядках, и как будто бы им чего-то не хватило. И они с удовольствием прикнули вот к этой кучке каких-то зрелых мужчин для того, чтобы, может быть, понять, что делать дальше. Это вот такой невольный свидетель этой сцены оказалось. Я пошла дальше, в какой-то момент перешла дорогу, навстречу идут два мужчины, и один такой мне бух, такой делает в лицо. Ну, то есть он тоже... Пугает. Пугает. Да, то есть он почувствовал вкус вот этого человеческого страха и хочет то тоже добрать, догнаться. А я в этот момент говорила по телефону с подругой, которая до этого попросила, чтобы меня... просила, чтобы она за меня молилась, что я в эпицентре пожара. И она, как раз, позвонила, спросила, спрашивала, как дела, и пока я шла домой, она большей частью со мной разговаривала. И это... Ну, то, что я была занята разговором, как бы не дало мне растеряться или как-то отреагировать на этого дурака, но я просто как бы проигнорировала. Иду дальше, и в какой-то момент за мной двое каких-то мужчин пошло. И был момент, когда на Джумалиева-Виноградова там какой-то темный-темный впереди переулок, светофор не работает, и я думаю, наверное, сейчас вот прям чувствую их как в фильме. Страшная музыка играет, а на тебя нападут. И тут перехожу, сама уже такая страшновато чуть-чуть, и навстречу идет семья, они выгуливают собаку. Я начинаю громко так говорить, здравствуйте. Они офигели от моего громкого здравствуйте. По-моему, испугались больше, чем бы я там боялась этих задних дочек. Они такие, здравствуйте мне. И вот я думаю, что вот эта вот бодрая здравствуйте, она тоже как-то отвлекла вот этих преследующих, они куда-то отвалились. Но я дальше пошла одна, уже было светло, чувствую, опять кто-то за мной идет, остановилась, мимо проходит мужчина. Я говорю, что, боитесь? Я такая, да. Я тоже боюсь, надо бояться. Ну, на казахском. И пошел. Я его пропустила, и потом уже, ну, быстренько, спокойно добежала до дома. Прихожу домой уже, и часов в десять вечера звонит телефон, и такой милый голос, звонкий, молодой, приятный. Говорит, алло, медиа-академия? Вот с такими интонациями звонят, чтобы записаться на курс. Я такая удивленная. Да, медиа-академия, я думаю, сейчас еще прорекламируют курс. Они говорят, знаете, мы ваши соседи из дома напротив. Здание Хабара очень сильно горит. Уходите из медиа-академии. Я говорю, нет, я уже ушла. Анна, знаете, пожарные не приедут. У нас, когда рядом горело дерево, пожарные не приехали. Уходите из медиа-академии. Я говорю, да я уже дома. Может быть, там ваши сотрудники ходят? Видимо, она видела, либо мародеры там ходили, какие-то посторонние люди. Я говорю, как вас зовут? Она говорит, это Мерис. Мы познакомились. Я говорю, уверяю, я из медиа-академии последняя ушла. Не переживайте. Спасибо, что вы беспокоитесь. И потом, вот, шестого, седьмого, восьмого числа все мои мысли были о медиа-академии. Там же мои исходники. А как же там этот диск? А такой вот, вот этот еще недомонтированный кусок. Ну, вот эти моменты. А там же еще вот эта вещь, которую я так сильно люблю. А там же мой DVD. А там же мой диск. А там же вот это. А там же вот Оксанины камеры. А там вот это. И вот про какую-то вещь вспоминаешь, начинаешь переживать. Украли ее, не украли. И Кукуралай, вот моя соседка, она живет недалеко от площади. Фактически рядом. И мы с ней на созвоне. Она говорит, мне надо пойти забрать документы. Она говорит, у меня там важный документ. У них логистическая компания. Мне обязательно надо забрать ей документы. Я говорю, давайте вместе пойдем. Она говорит, нет, там сейчас стреляют, давайте не пойдем. И вот шестого мы были на созвоне, не пошли. Седьмого не пошли. Восьмого не пошли. Девятого. Она говорит, вроде бы выстрелы стихли, тут ходит полиция. И она постаралась зайти. И она говорит, я уговорила там что-то, зашла в здание, забираю свои документы. А это тоже здание, вот ваше? Да. Там же? Наши двери рядом были. А, это та же Кукуралай, которая вам уходила. Да, да, да. Предлагала уйти. Да, да, да. Понял. Вот она мне звонит и говорит, Гульбахор, у меня для вас ужасные новости. Тут все сгорело. И она рассказывает мне, что она перед собой видит, описывает. И в какой-то момент она забывает мое имя. Говорит, Тамара, тут просто все в пепел. У меня включается смешно, мне смешно, что она меня называет другим именем. Говорю, как это наш мозг устроен, вместо того, чтобы испытывать горе, включать до неба, плакать, как же я теперь буду жить, как они, твари, все там мое пожгли, там украли. У меня почему-то такая реакция. Вот. И десятого, когда я уже прихожу, я вижу, что действительно все сгорело. Ну, она мне до этого еще скинула видео, фото этого кабинета. Первое, что у меня, конечно, это сериал. Потому что мы сериал «Жилдар» начали снимать в 2017 году, потом уже активно еще снимали в 2018. Для этого мы ездили в Лепсинск. Вообще, сериал «Жилдар» в переводе с казахского «Годы». И там детские актеры, когда мы начинали съемки, им там 6, 7, 8, 9, 10, 11 лет. И сейчас им 11, 12, 13, 14, 15, 16. То есть, каждый сезон он был посвящен определенному возрасту. И там мы показывали, как дети в Алма-Ате взрослеют. При этом мы вплетали не только нашу взрослую реальность, которую мы знаем, но и то, что им интересно. Там и песенки, там и хомячки, понимаете, там и какие-то фэнтези. Плюс еще мы состыковывали сценарий с теми событиями, которые происходили у нас в культуре. Например, концерт Парвиза Назарова, который был во Дворце Республики. В одной из серий ребята попадают за кулисы этого концерта. То есть, это бесценный контент, который уже не вернешь. У нас кое-какой материал был в копии у Лили Галушкиной. Но она перед Новым годом, она кое-что подмонтировала, принесла мне этот жесткий диск. И я говорю, оставь, я после Нового года посмотрю. Ну, перед Новым годом же нам все время некогда было. И представляете, получается, что и копия, и оригиналы исходников, и смонтированные серии, они все хранились в Медиакадемии. И оно все пропало. Он все сгорел. Да. Плюс еще сериал энциклопедии «Счастливых чудовищ». Вообще, уникальность Медиакадемии в том, что мы снимаем новичков и даем им возможность проживания творческого опыта наравне с состоявшимися звездами. В одном кадре может быть Жан Байжанбаев и 3-4 студента, которые никогда раньше нигде не снимались. Погасян, Ирина Жмухамедова, Бульнара Дусматова, Мурат Мкашев покойный. То есть, сейчас как бы начну этот список поднимать звезд, которые реально классно сыграли. И я не знаю, как теперь это все восстановить. Ну, я примерно знаю, потому что мы с тех людей, которые видят задачу и решают ее. Просто это огромный труд многолетний. Вот по поводу работы в эти дни. Что с вами происходило, когда вы работали? Вы знаете, я почему-то не чувствовала горя и до сих пор не чувствую свое личное горе. Я так сильно радуюсь тому, что я жива, что как-то заявлять о том, что я там сильно пострадавшая, хотя мы, да, пострадавшие, медиа-академия это пострадавшие. И я считаю, что факт государственной измены был, потому что утром 5-го числа были солдаты на площади и была достаточно такая густая цепь солдат. Потом они резко куда-то все исчезли, пришел туман, набежала толпа и случилось то, что случилось. Вот. Я личного какого-то горя, может быть, опять-таки это игры моего разума, я не испытываю. Но мне ужасно жалко тех людей, которые пострадали физически. Мне ужасно больно за невинно погибших людей. Мне ужасно жалко и больно за детей, которые попали под шальные пули или не под шальные пули. Это то, что не исправишь. материальное, творческое, это можно как бы реанимировать. Это, конечно, большой труд все переснять, доделать, но ничто это не сравнится с той болью и с теми потерями, которые связаны именно с жизнью и смертью. Альбахор, вот когда вы видели вот этих людей, которые вас грабили, да, причем получилось, что они заходили, выходили, да, то есть, потом один из них там показывал вам, как уйти, вот вы видели их лица, то есть, вы понимали вообще, это какие люди, то есть, они боятся или они торопятся, или что с ними происходило, вот у вас такое было ощущение? Смотрите, во-первых, я не видела их лица, они были в масках, во-вторых, глаза, во-вторых, если есть Божий суд, я верю, что он есть, и однажды они предстанут перед Всевышним, и возможно, будет много свидетельств против них, за то, что они совершили много грехов, я буду перед Всевышним за них заступаться, потому что они позаботились о том, чтобы я покинула здание, они показали мне выход, они говорили мне, уходите, они меня не убили, они не избили, не покалечили, да, они обокрали, кто поджег, я не знаю, они или не они, кто это были люди, я не знаю, но это организованные были люди, они не торопились, они методично и очень организованно делали свое дело, они ломали, очень спланированно, дверь за дверью как-то вот организованно, дверь за дверью ломали, причем там один ломал, там другие смотрели, и похоже, что один из них был, ну, как бы главным, который ими руководил, но в нашей жизни такое произошло, я думаю, что медиакадемия пострадала не потому, что мы чем-то наказаны, а потому, что мы должны оставаться примером того, что жизнь продолжается, вот сейчас ученики, вот смотрите, есть же фраза, вы можете вашему ребенку тысячу раз рассказать, как правильно жить, но он будет жить именно так, как жили вы, потому что ребенок под копирку берет манеру поведения своих родителей, да, и вот сейчас все медиакадемики, а бывших медиакадемиков не бывает, и взрослые, и маленькие, они учатся, как выживать в тяжелой кризисной ситуации, и если я сейчас буду плакать, там, не знаю, воевать, какие-то неправильные вещи делать, то мои ученики научатся неправильным и вот этим кривым вещам, а если я продолжу жить максимально прозрачно, максимально красиво выходить, принимать, максимально красиво принимать помощь и компенсацию тоже от государства, максимально красиво вставать на ноги и максимально легко стараться это сделать, то все мои последователи, наши последователи, медиакадемики и все, кто за нами наблюдают, они получат новый паттерн выхода из кризисной ситуации, что это можно сделать легко, красиво и счастливо и продолжать делать из плохого что-то хорошее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok